привет дорогие мои добро пожаловать на канал живая меня зовут алена и здесь мы обсуждаем темы которые волнуют любую живую женщину сегодня у нас рубрика разговор с подругой и я здесь с юлей она очень моя хорошая подруга мы с ней знакомы с детского садика даже наверно да юль наверное с детского садика очень много лет я не буду говорить сколько лет потому что это действительно очень много вот и сегодня мы будем говорить юля мама еще она занимается разными проектами которые помогают детям мы об этом поговорим в общем мы будем говорить о том как быть мамой честной мамой привет юль привет расскажи немножко ну вот вкратце там пару может пару фраз о себе а я потом тебе буду вообще по образованию я юрист то есть у меня такой гуманитарный склад ума и очень много лет я занимаюсь масляной живописью то есть еще и творческий человек порядка шести лет я занимаюсь благотворительностью помогаем мы детям трудной жизненной ситуации это дети из детских учреждений и малоимущих семей у нас межрегиональная организация зарегистрирована официально официально то есть официально работаем также я работаю юристом крупной компании так как некоммерческая деятельность дохода не приносит в основном пока мы не реализовываем президентских гранты и два года назад я родила ребенка вот меня сын и муж работает достаточно длительными командировками по два по четыре месяца то есть грубо говоря это все на мне одной хозяйства ребенок некоммерческая организация из которой никуда не деться потому что так как ты безвозмездно работаешь на твою должность никто уже не придет и не будет выполнять твои обязанности руководителя и в ближайшем времени также выхожу на работу слушай как интересно столько всего столько всего можно спросить на сегодня давай сконцентрируемся немножко вот на на твоей деятельности с детьми и как бы твоим собственном состоянии мамой скажи мне пожалуйста ты хотел я почему это все хочу спросить потому что я тебе уже говорила просто еще раз на камеру скажу а вот я у меня нет детей да и у меня уже такой возраст подходит когда все говорят ну все часики тикают если не заведешь что может уже не заведешь вот и я думаю вот как вот она быть мама я хочу чтобы не по-честному рассказали потому что знаешь фильмы в книгах вот это все показывает все это самое крутое состояние и там любовь любовь и никаких проблем вот а я бы хотела узнать как это вот в реальной жизни происходит поэтому хочу спросить у хорошей подруги вообще я действительно испытывал это социальное давление то что нужно завести ребенка и на меня это повлияло и вот это вот этот миф из рекламы о подгузниках детском питании всем остальном из фильмов действительно тысячи ну ты думаешь когда ты ходишь с ребенком для меня это была очень тяжелая беременность то есть я как забеременела я вышла на больничный и все девять месяцев я пробыла на больничном я ставила каждый день 6 утра уколы в живот каждые восемь часов были различные процедуры ходила там на барокамеру и все что угодно и всю беременность тебе еще нагнетают что ты должна родить сама ты должна максимально чуть ли не до 18 лет кормить ребенка грудью потому что это самое мать может дать своему ребенку что вот ты должна родить потому что если ты не будешь сама рожать и будешь там через кесарева или с эпидуралкой рожать то ты не ощутишь этого чувства материнства и у тебя ребенок в последующем будет хуже справляться с жизненными ситуациями потому что он природах не прошел вот этот трудный путь через родовые пути ну и в общем в общем там очень много вот такой информации которая нагнетает на тебя чувство ответственности и нервозность за то что ты вот он еще только в тебе ты ему уже кучу всего должна на какие-то курсы ходить с ним танцевать и музыкальность там развивать и сейчас вообще идет речь о дородовом воспитании ребенка то есть он еще в утробе хуже нужно как-то воспитывать это как разговаривать сказки читать танцевать какие-то какие-то ему там движения показывать еще что-то ну в общем особо фанатичная мама увлекаются так как у меня была беременность желая я этим всем честно говоря не занималась и мне было показано кесарево то есть у меня не было варианта рожать самой или делать кесарево мне просто сказали то есть у меня было превращение оболочечной пуповины к плаценте если начинать рожать самой там происходит разрыв и кровоизлияние то есть там высокий риск гибели всех поэтому мне сказали будет кесарево и все рожала я тоже тяжело потому что врач у меня были платные роды врач решила почему-то она сидела дома никуда не торопилась я и позвонила сказала что рожаю что у меня отошли воды это было за неделю до запланированного кесарева она сказала но эти в больницу там посмотрят рожаете или нет ну в общем я приехала в больницу мне сказали что до воды отошли выражаете начали вызванивать эту врача она приехала и решила пойти на экстренную операцию то есть она до этого сидела дома и ничего не нужно было тут я рожаю меня 6 часов я еще промучилась с этими схватками потом меня мне наконец-то сделали кесарево я потеряла очень много крови потому что раз на проворазжижающих препаратах вынашивала то есть кровь текла быстро и она не но не перекрывалась никак естественным путем затем меня поместили в реанимацию после этого всего мероприятия мне чуть ли не показать не забыли показать ребенка врач остановила медсестру сказали о маме показать хотя там должны были другие приложить еще что-то сделать ну в общем не показали ребенка на меня положили и побежали с ним быстрее папе потому что папа присутствовал на родах и ребенка должны были выложить еще на него чтобы у ребенка произошло обсеменение папинами бактериями и у него начал формироваться иммунитет ну в общем папа слава богу согласился пойти на роды хорошо что было кесарева он всего этого не видел он сидел в отдельной комнате ему просто принесли готового ребенка а это называется присутствовали рода и затем меня перевели в реанимацию где почему-то все спали по какой-то причине в реанимации женщины могли спать мне было очень плохо я стонала ко мне подходили говорили что вы стонете тут все спят потом меня наконец-то перевели в палату а ну при кесарево там же все разрезается очень тяжело вставать длительная вообще это адаптация после операции тут же принесли ребенка отдали и сказали все как бы дальше ухаживайте за ним сами ну хорошо что с мужем но муж у меня присутствовал тоже в палате у нас отдельная палата была он помогал с ребенком но ему тоже отдали ребенку он отшатнулся потому что лёва родился очень маленький там 2 600 2 300 нас выписывали ведь сестра ему говорит забирайте это же ваше что он его даже на руки боялся взять еще бы такой маленький я даже не представляю и ну в общем чувство какого-то дикого материнства я конечно не испытала и я не думаю что я бы его испытала если бы это все прошло через меня я родила ребенка я 6 часов промучилась схватками если бы я еще так мучилась часов 10 то я не думаю что вот дикий восторг был бы какой-то и у кого-то дети спят у нас ребенок орал сразу орал постоянно он вообще не спал где-то первый год практически и если честно там не то что какого-то радости материнства мне просто хотелось шагнуть под машину вместе с ним там абсолютное изнеможение ты можешь спать сидя стоя как угодно можешь спать каждые два часа надо вставать там ну пытаться кормить грудью а вот когда нагнетают эту еще всю ситуацию что ты должна кормить грудью я до четырех месяцев ответственно пыталась там все-таки кормить грудью ребенка но у меня было очень мало молока четыре месяца он перестал набирать вес и мне сказали уже хватит морить голодом кормить смесью я начала его кормить смесью все нормально я поняла что это ну вот просто зря накручивают сейчас нормальные смеси дети нормально вырастают это все индивидуальную причем да то есть как бы какие-то дети нормально да у кого-то много молока у кого-то мало мне кажется что вот так вот все вот запихивать все должны кормить грудью но это смешно и скажу я очень сильно портится грудь после этого мероприятия возможно не у всех но у меня испортилось и как бы у меня у знакомых очень сильно тоже испортил девочек опыт и грубо говоря я понимаю что это того не стоило вот ради четырех месяцев вот этих и сейчас мы пошли в сад и мы нисколько не меньше болеем чем другие дети то есть я не уверена вообще это все мероприятие направлено на то чтобы ребенок не болел чтобы у него иммунитет формировался но мы два дня ходим в садик и месяц заболеем потом как бы нам какого-то дикого иммунитета не сформировалась из-за этих всех мучений его и голодовки ребенка вот и сейчас лёве два года два года один месяц и действительно во первых когда рожаешь ребенка уже возрасте постарше и у тебя определенный ритм жизни сложился очень тяжело себя из этого ритма выдергивать и вообще пропагандируется сейчас такая тема что ребенок приходит в конкретную семью и он не должен как-то ограничивать эту семью в активности или еще в чем-то нужно брать везде с собой ребенка конечно максимально стараюсь это делать мы отдыхали вместе с мужем брали ребенка на всей экскурсии он с нами ездил спал как попало на руках и еще что-то но тем не менее нужно понимать что у ребенка и режим должен быть ему и днем надо поспать где-то то есть это в любом случае ограничения жизни и в любом случае даже если куда-то ехать это нужно с собой кучу всего брать особенно первые годы жизни поэтому у меня конечно есть знакомые которые умудряются путешествовать с ребенком одни без мужа куда-то за границу и просто ходят везде в эрго рюкзаке ребенок он спит постоянно но у нас такой прекрасной истории небо это опять же тоже зависит от ребенка да 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 это прекрасно но если он вообще не спит и мне помогали родители у меня папа когда он приезжал потому что у меня муж уехал командировку и мы меняли квартиру в этот момент и мне нужно было вот у меня родился ребенок после кесарева сделать капитальный ремонт квартире сделать перепланировку и я ездила туда-сюда то есть покормить ребенка приехать уехать строителям покормить ребенка уехать к строителям и на этот период у меня приезжали родители отдельно мама отдельно папа папа вспоминает этот промежуток нашей жизни как сущий кошмар он даже двух часов не мог вытерпеть он звонил и спрашивал где ты потому что ну лёва постоянно на руках он постоянно кричал его как только положишь он начинал кричать и это не в туалет не сходить ничего не сделать мне моя мама говорила что я была такая что мне только положишь я начинаю верещать поэтому не знаю говорят что через сколько-то лет это все забывается и вспоминаешь только хорошие но пока нет пока я вспоминаю это все с содроганием сердца эти муки после опера после операционного периода и то что ты видишь еще бой но нагнетают же человек там у ребенка что-то случается и родители какие-то родственники сразу говорят что вот все плохо надо к этому врачу сходить надо к тому врачу а смотри какой кривой череп посмотри вот еще что-то а давай этому специалисту покажем и просто сейчас еще на придумано столько специалистов и всех не обойдешь я знаю что в америке там есть один терапевт к нему ходят по любым вопросам в россии это не так то есть есть лор иммунолог вирусолог педиатр и еще куча всяких врачей которые отдельно смотрят узко что-то свое у нас здесь тоже так в англии идешь сначала к ну такому терапевту в общем если там действительно что-то но это прям должно быть действительно что-то когда тебя посылает не то что ты везде сходи все проверь вот а тут наоборот тут ребенка будет до последнего лечить педиатр который нифига не понимает и потом если ребенок уже будет при смерти его куда-нибудь может быть направят то есть мы попадали к специализированным врачам наблюдаясь сначала мы первый год наблюдались в платной поликлинике по дополнительному медицинскому страхованию мы могли ходить к любым специалистам просто сейчас мы наблюдаемся в бесплатной поликлинике там уровень у нас не хуже по крайней мере у нас в городе но попасть какому-то специализированному врачу нужно педиатру сходить потом ребенок болеет 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 ты едешь в больницу где уже могут госпитализировать и там другой уровень врачей ты туда приходишь и говоришь мы госпитализироваться не хотим но вы нас посмотрите они смотрят звонят в поликлинику которой ты наблюдаешься и говорят ай-яй-яй вы какие нехорошие вы почему дальше ребенка не отправляете и только тогда они записывают какому-то специализированному врачу ну в общем я уже тут пошутила в кабинете что нужен нужна отдельная няня которая будет ходить и водить по всем врачам ребенка и ходить с ним на анализы ну то есть вот это вот хождение по больницам это вот ну как бы неизбежно оно какое-то бесконечное пока у нас еще есть эта история с прививками там у нас добровольное прививание ребенка но очень страшно потому что то есть прививаются от тех заболеваний в результате которых может наступить инвалидность и ты должен принять решение прививать твоего ребенка или нет но все прививки они созданы на базе тяжелых металлов солей тяжелых металлов и это очень сильно влияет на нервную систему она же только развивается и после прививок но у некоторых детей очень серьезные последствия наступают и ты вот выбираешь либо вот эти вот последствия вероятностные либо у тебя ребенок сможет заболеть этой болезнью и стать вообще инвалидом как ну куда идти и выбор на тебе и конечно прививание добровольное но по сути это решает только родитель потому что когда у ребенка появляется право решать прививаться ему или нет уже все прививки поставлены уже ставить больше нечего поэтому еще вот вопрос прививками тоже очень сильно матерей нагнетают ставить не хочешь но тут же вас государственный садик например не возьмут только в частные могут взять садики но это наверное не во все и ну вот это вот действительно ответственность то что все решения за ребенка ты должна принять и ну наступает какая-то дополнительная ответственность то есть ты когда просто живешь ты делаешь свои дела ты можешь где-то там лечь поспать еще что-то сделать где-то где-то как-то отдохнуть отвлечься тут ты понимаешь что допустим если я вовремя не лягу то завтра мне в 6 утра вставать я в 6 утра встать не смогу мне в 6 утра надо кормить ребенка ему как бы пофиг что ты вовремя не легла и нужно всегда себя в таком состоянии адекватном поддерживать не то что не слишком уставать все равно ты будешь очень сильно уставать но вот это вот чувство ответственности она постоянно на тебе ответственности за другого человека и как бы с одной стороны вот есть домашние животные у тебя ответственность там покормить убрать ты не можешь куда-то уехать если некому присматривать за животным тут ответственность намного выше потому что там не просто еды положить а в рот напихать чтобы он еще съел он еще сопротивляется этому процессу еще всякой ответственности общество сверху накладывает типа а сколько приходишь федиатру в год а сколько он у вас слов говорит я с мамой ходила она офигела говорит что это вообще за вопросы сколько слов в год говорит ребенок нисколько мы начали говорить только к двум годам поэтому одни специалисты считают это нормальным другие нет и там постоянно какие-то споры это все на матерей нагнетается еще выходишь на площадку там одни уже предложениями говорят а у тебя ребенок еще три слова только говорит там кто-то в 9 месяца входит на горшок а кто-то и в два года мимо вот поэтому если только никого совсем не слушать и я не так сказать можно конечно наслаждаться когда ребенок смеется улыбается там играет с тобой но опять же я все время я как до того как родила ребенка думала что я буду играть со своим ребенком я буду учить его рисовать еще куда-то что-то водить на какие-то кружки дофиг то есть ты устаешь до такой степени когда тебе надо прибрать накормить убрать помыть и все остальное там на игры остается очень мало времени и на самом деле для взрослого человека они не такие уж и увлекательные вот поэтому я поняла что я не игра мама кто-то прям у меня есть знакомая которая прям играет со своим ребенком ей в кайф она играет записывает это все и не нравится но не не все такие мне даже в детском возрасте мне не нравились мультики мне не нравится ничего детского мне хотелось быть взрослой я не представляю если у меня был ребенок и мне пришлось насильно в это состояние пытаться зайти детстве как бы ну и его не не нравилось это вообще не представляю как а там же эти мультики наверное каждый раз один и тот же мультик по 50 раз я даже на самом деле я с ребенком смотрю фильмы и может быть ему хотелось бы посмотреть мультики но собственно говоря а я смотрю фильм вот это кстати здорово и он как бы нормально смотрит да он нормально смотрит вообще детям не рекомендуется показывать до пяти лет телевизор но все равно устаешь и фоном включаешь какую-нибудь ерунду а за счет того что это фильм и он не концентрирует так внимание ребенка он так посмотрит что-нибудь пять секунд неинтересно уйдет своими делами занимается поэтому а если мультики конечно он бы может на них на зависал но он тоже не на все мультики зависает поэтому как сказать все рожайте я бы не могу особенно в юности еще может быть когда ты ничего не понимаешь и особо ничего не видел и тебе ничего не нужно и ты вот этого ребенка родил ты им позанимался до какого-то времени и ты начинаешь дальше уже саморазвитием заниматься там карьеру еще куда-то уходить а когда уже это все выстроено из этого всего ну как выходить тяжело и потом заходить туда обратно тоже тяжело вот в этот ритм потому что вроде когда детей то нет утром тяжело иногда вставать и на работу не хочется тут еще надо будет в садик собрать увезти и вставать еще раньше из работы бежать с работы какие-то заботы и уже ни в кино не в театр никуда не сходишь ну то есть у тебя была какая-то картинка до того и и как бы насколько на похоже после того на самом деле она вообще не похожа то есть у меня было чувство обманутого человека которого просто обманули пообещали одно по факту получилось другое и ты уже никуда от этого не денешься это уже на всю жизнь лин спасибо тебе огромное что ты просто произнесла потому что многие даже не осмеливаются это сказать ну типа надо же там какое-то что-то поддерживает там какие-то мифы какие-то это здорово и это не значит что у всех так одновременно правильно у всех разное по-разному все проходит но но я не я же не гарантирую что от старости я не буду себе благодарна что я это все прошла и я молодец но как бы и сейчас я не могу сказать что я бы ну как бы если бы я знала то я бы не стала рожать я понимаю что человек такое существо он как животное ради продолжения рода все равно живет поэтому одного хотя бы ребенка мы двух хотели но сейчас хотя бы 1 ты на 2 не решишься я не то что не решусь у меня шов после кесарева не не зарос у меня там образовался мешок и не берутся наблюдать такую беременность там высокий риск разрыва матки во время вынашивания и там тоже опять летальный исход у всех то есть тебя не рекомендуют поэтому один ребенок и еще конечно очень пугает в этом во всем ситуация в мире коронавирусом с тем что сейчас в россии будет происходить с образованием образование хотят переводить на дистанционное то как мы ходили в школу и у нас были живые учителя то есть хотят вводить учителей роботов вообще мы ходили в школу нас были живые учителя это будет элитным образованием и за это нужно будет платить если ты хочешь чтобы твой ребенок но бесплатно учился в школе это будет просто какие-то мультики по телевизору еще что-то и потом робот будет какой-то срез знаний делать то есть хотят сделать какой-то кошмар и действительно у нас допустим юристы роботы появляются и все остальное они вымещают работников вузы продолжают выпускать те профессии которые замещаются роботами и непонятно я сейчас ребенка не могу ни к чему готовить потому что непонятно когда он вырастет какие профессии останутся и вообще что будет и то есть вот в этой обстановке тоже как-то не очень рожать детей потому что ты не понимаешь какое будущее ты сможешь дать своему ребенку и тут я как-то со знакомым на эту тему разговаривала он завел эту тему когда я сказала что буду ставить прививку от коронавируса ну раз мне выходить на работу нас обязаны прививку он говорит вот что это все эксперименты и так далее я говорю ну и что сейчас жить перестать как бы все равно я не смогу никак повлиять на эту ситуацию я не смогу изменить порядок в мире кто-то глобально перевернуть мне все равно нужно будет жить в этих обстоятельствах и дальше воспитывать ребенка тоже в этих обстоятельствах поэтому чем ниже образование у женщины чем она глупее тем у нас больше у женщины детей и прочее легче тем легче они рожают нам даже акушер гинеколог на подготовке к родам сказал что он очень любил принимать роды у женщина социального поведения потому что они рожают и ни о чем не думают а женщины которые ходят на курсы думают как дышать как еще что-то делать чтобы им ребенка приложили контролировать все пытаются а те ничего не контролирует они просто родили и пошли сколько всего у нас еще очень модно стала рожать воду рожать стоя и все остальное вот на курсах нам кстати тоже сказали что вы можете попросить принять у вас роды как вы хотите но если до этого акушер принимал роды только лежа то за последствия вы отвечаете все что вы хотите но вся ответственность на вас да потому что акушера нет такого опыта рожать стоя или рожать в воду он не знает что произойдет лежа он представляет ну как бы физиологично может и по ему рожать но зато безопаснее лежа вот именно с этим акушером это же столько всего вот так вот задумаешься блин вот если вот в твоей жизни да вот этот вот пространство для того чтобы вот это все еще только как гомот с головой и но у меня есть подруги которые прямо материнство ушли они там что-то присылают мне какие-то ссылки я просто уже ничего не открываю потому что это бесконечная череда какой-то информации которую ты даже не сможешь применять и магазин я в книжный захожу так детскую литературу почитаю у нас уже куча каких-то книжек лежит я почитаю они еще такие недешевые эти все пособия ложу обратно думаю юля ты все равно ничем не будешь заниматься успокойся более-менее по осознанию он когда станет что-то будет уже хотя бы фразы какие-то строить когда уже можно и говорить о том что язык начать учить еще что-то но я фанатично первый месяц жизни ребенка подписала ему наверное тысячу карточек на английском языке я свято верила что буду заниматься этим всем но потом уже достанешь лет так года через два потом можно будет но вот видишь эти вот представления как ты думала что будет и по факту но этого нет всего и понимаешь что сил на это тоже нет но и у кого-то бабушки дедушки помогают у нас все работают и все живут не в тюмени поэтому все равно так или иначе приходится справляться одной и я думаю что успешность вообще родителей показатель успешности родителей в том что их дети могут воспитать своих детей и я когда об этом думаю думаю ладно юля ты справишься тебя же нормально воспитать справишься и без помощи да ну ты-то вообще одна получается месяца до вида наверное ну я не представляю как это тяжело у меня сейчас муж уезжает на две недели я так мне придется совать и каждый день тут на самое тяжелое наверное это ребенка по больницам таскать анализы сдавать и все остальное и лечить его когда он не хочет лечиться конечно приятное это дело лечиться ну и раньше еще как то скрутить можно было сейчас со временем все тяжелее и тяжелее его скручивать и там капли в нос закапывать и все остальное вот но видишь я же улыбаюсь я думаю что конечно я думаю что самое главное просто рассказать что это тяжело это же не значит что это плохо это просто тяжело и от этого кайфует даже от каких-то вызовов да там лет каких-то там еще как бы просто надо говорить правду людям вместо того чтобы показывать картинки с счастливыми красивыми ухожеными мамами и такими же детьми и все так что да спасибо что ты все это рассказала у тебя вот есть какой-то даже не знаю как это спросить там вот про проект я еще хотела про то есть просить про то что ты детям принципе уже давно помогала как это тоже началось вот вот эта помощь детям почему именно детям ты всегда видела себя вот в этой роли в том что ты как бы как мало да я но я бы не сказала что я тут мама ну вот в данной ситуации я хотела помогать детям и вообще я в это в эту тему тему благотворительности пришла как наставник для ребенка уже 12 или 11 лет ему было на тот момент просто мы обменивались каким-то опытом я его брала с собой гулять потому что за стены детских учреждений не выпускают и слушала его что-то ему рассказывала в общем мы общались ему было это интересно вообще это детям интересно ровно до того момента пока они не выходят из детского учреждения у них начинается своей жизни они забывают про то что у них там был какой-то наставник и они о чем-то общались и в общем то организация через которую я зашла в детское учреждение она вяло так работала их исключили из единого государственного реестра юридических лиц а без записи невозможно было получить финансирование на что-то чтобы пригласить специалистов чтобы они провели обучение для волонтеров я как юрист их снова включила туда зарегистрировала новую организацию так от ничего не хотел никто я там в руководство всех понапихала и себя сделал президентом потому что кто-то должен был подписывать заявки и все эти документы готовить из дубаев приехала прежнее руководство той организации которая уже не существовала очень сильно возмутились переоформили все обратно на себя и куда-то исчезли организация опять перестала существовать но на фоне вот этой вот неприятной достаточно ситуации я решила открыть свою организацию часть волонтеров ушла со мной часть там осталось и и собственно говоря больше пяти лет мы уже так существуем помогаем детским учреждениям у меня сейчас задачи в основном организационные то есть в детские дома я ходила раньше принимала участие в мастер-классах сейчас я уже не хожу я в основном провожу беседы с потенциальными волонтерами организовываю мероприятия привлекаю спонсоров для оказания помощи работаю со спонсорами и контролирую расходы на спонсорские расходы то есть я сама делаю какой-то закуп общаюсь с детскими учреждениями по потребностям и решаю юридические организационные вопросы по предоставлению помещения для организации вот такие такая занятость ну то есть это все началось какого-то индивидуального случая то есть а потом все это переросло вот больше водительского дети это все потому что мне хотелось масштабировать а масштабировать можно только в рамках организации когда есть много волонтеров сотрудников и есть какие-то ресурсы именно административные ну то есть ты поняла что как бы если ты хочешь помочь но большему количеству да то надо себя наверное даже те штуки которые изначально не планировались но сейчас у нас получают помощь более 300 семей и сколько и 4 детских учреждения большая молодец ты сама чувствуешь что вот это вот как бы ну вот часть того что ты всегда хотела делать в жизни я чувствую что за вот этот вот декрет мне дал возможность вообще взглянуть на себя изнутри то есть раньше я занималась теплом души вот благотворительностью еще ходила на работу это была постоянная гонка не то чтобы поработать с собой а позаниматься тем чем мне нравилось да я занималась живопись у меня там ходила на студию художнику но я там в основном занималась классической живописью сейчас у меня появилось время но задать себе вопрос а все-таки как бы я хотела писать я выработала свой стиль начала писать картины в своем стиле начала а прошла обучение на smm специалиста долл до ухода в декрет я получила переквалификацию на педагога и зоем пока поняла что работа с детьми не моё ну вот так чтобы уйти взять уйти в школу педагогом и зо и записал авторский курс по истории искусства создала школу искусства для детей и родителей азар онлайн это вот все в декрете произошло у нас там и игра на барабанах и ораторское мастерство и история искусства и правополушарное рисование вот опять же в декрете прошла курс по ораторскому мастерству то есть начала как-то работать над собой в тех направлениях которых не давно хотелось и поэтому конечно время декрета мне позволило посмотреть на себя на то что чем я хочу заниматься и на самом деле может быть сейчас я бы хотела чем-то другим заниматься но я понимаю что это на данный момент не приносит какого-то дохода и нужно опять выходить на работу для меня для меня это было в перспективе время за которое я смогла бы найти другую деятельность но на самом деле я ее так и не поискала но зато ты сколько всего нового видишь это очень много мне кажется декрет столько всего вот сейчас в россии есть проект лидеры россии там можно там трек развития там депутаты тебе отдают государственной думы обратную связь какие нужно тебе компетенции развивать можно провести пройти тестирование анкетирование затем можно на удаленке работать по проектам с достаточно крупными компаниями типа газпрома тоже появилась площадка профессионалы 4.0 вот можно там развиваться вот в этом направлении пробовать а так куда-то уходить в проектную деятельность то ваш куда я хотела уйти то есть раз я все равно руководитель организации проектная деятельность мне знакома я могу организовывать работу над проектами но сейчас проектная деятельность это только программирование но в основном это программирование проекты связанные с написанием каких программ для бизнеса и естественно кроме бизнес образования то есть у меня есть я окончила президентскую программу управленческих кадров у меня есть корочки о том что я управление вот кроме этих компетенций нужны еще технические знания в плане написания программы всего остального но это тебя не привлекает да это меня не привлекает поэтому вот почему нет таких программ по живописи программу вся какая-то этот капитализм и самое интересное что если ты что-то делаешь в своем направлении то оно должно быть либо радикальным прям вот капец каким радикальным чтобы тебя заметили либо очень классическим чтобы это продавалось просто в магазинах типа пейзажи и всего остального и было красивеньким но выразить себя через пейзаж ну у меня достаточно философские картины в которых там глубокий смысл вот у тебя на фоне что-то там что-то есть а нет это просто показала вот но картина называется первобутная здорово мне очень нравится цвета я вообще не разбираюсь не очень приличное наполнение 18 плюс по смыслу вот а так и опыт материнства у меня есть гибких и ну вот такое с пейзажами не очень связаны поэтому это очень тяжело продвигайте нужен действительно отдельный человек который будет тебя просто сидеть и и размещать на различных площадках писать аннотации в общем заниматься вот такой писанинной работой в интернете да ну главное что знаешь мне кажется что главное что ты не останавливаешься своем развитии и смотри сколько у тебя новых проектов даже несмотря на то что ты сейчас будешь и мама и выйдешь на работу все равно мне кажется ты не перестанешь делать все что тебе нравится да конечно не в таком объеме но тем не менее когда-то это знаешь нагнетается нагнетается где-то в душе и потом очень хочется выплеснуть и ты говоришь всем так стоп отстаньте от меня я сейчас буду вот этим заниматься мы сейчас мир подождет здорово вот такие у нас современной мамы это так я подытожила представляешь мы где-то несколько видео назад я разговаривала тоже с подругой она child free вот и она говорила что ну чтобы помогать да там или чтобы любить детей или чтобы ну быть с детьми не обязательно быть мамой становиться мамой а вот у тебя интересный такой путь что ты и детям и так помогала да а потом еще мамой стала мне кажется что это очень очень классно и очень такой офигенный партит портрет вот такой современной женщины мамы вот так что я очень сильно рада что ты сегодня согласилась на этот разговор было очень интересно послушать про все 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 что ты успеваешь это прям вот мне нравится что ты ничего нет вот этого образа все я супер мама я все успеваю но ты успеваешь все и это классно это классно и классно что ты продолжаешь наниматься тем что тебе нравится пусть как ты говоришь не в том объеме в котором хотелось бы но главное это не выпускать вот и что ты честно и что рассказываешь как есть спасибо тебе за все за это ладно тогда будем заканчивать я наверное попрощаюсь со всеми у тебя есть какие-то социальные сети чтобы люди посмотрели если им интересно да у меня есть инстаграм я там подписаны поп-таракан хорошо я оставлю ссылочку под видео потому что у меня первая фамилия попова а сейчас у меня фамилия тараканова поэтому поп-таракан я оставлю ссылочку и пусть зайдут посмотрят хорошо спасибо все до свидания всем пока пока